Алёна Рашин Матрёшин Возьму себя на ручки Отключить внутреннего критика Принять и полюбить себя Читает автор Чью книгу ты читаешь? Привет, дорогая! Когда я написала всю книгу, редактор сказала мне дописать, кто я. И вот тут мои слова окончились. Как много хочется сказать и как страшно оказаться уязвимой в этом пространстве, где буквы обо мне будут сплетаться в слова, слова в предложения, предложения в странице, и эти страницы потом будут стоять на полках книжных магазинов. Как говорится в том видео, страшно, очень страшно. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Я Алёна Голошенкова или Алёна Рашин Матрёшин, как привыкли мои подписчики. Журналист, писатель, блогер, человек слова, в плане «я не прихожу всегда вовремя и выполняю обещания». Нет. Но я всю жизнь работаю со словами и речью. Беру интервью. Да, я разговаривала с министрами культуры и с отечественными селебрити. Собираю слова в красивые осмысленные предложения. И ещё я психолог. Дома лежат дипломы о повышении квалификации, об освоенных методах психотерапии. И, кажется, к моменту издания книги я буду выходить на защиту магистрской работы в своём вузе. Ух, сказала. Я такая же, как и всем. Дитя 90-х, жертва диетической культуры, чувствительная, думающая, ироничная и, мне кажется, мне кажется, не глупая. Как и ты, дорогая читательница, которая пришла в мой блог и в мою книгу. Я такая же, как все, разве что несколько лет назад я столкнулась с очень тяжёлым периодом, когда утонула, как в болоте, в тревогах и депрессии, расстройстве пищевого поведения и физических болях изо дня в день. Девчата, выбирайте принимающего ваши роды тщательно. В те жуткие несколько лет мне не помогало ничего. А вот психотерапия помогла. Поэтому я здесь. Поэтому я решила не замалчивать реальную жизнь. И поэтому я веду блог и решила написать книгу. Я Алена Глушенкова, молодая женщина, которая не стремится быть больше вечной девочкой, не боится называть себя женщиной, не считает себя никудышной матерью и знает, что со всем плохим в жизни она сможет справиться, потому что у неё есть она. И теперь она себя любит. От Аленушки. А знаешь, ты очень смелая. Правда. Век достигаторства и чрезмерного перфекционизма, когда надо волочить ноги на последнем вздыхании, иначе не считается. В период, когда из каждого утюга так и норовят сказать, что ты должна и кому, во время великого соревнования кто тоньше, просто взяла и сказала, с меня достаточно. И развернулась к себе. Ты видишь это? Ты это признаёшь? Я буду задавать тебе этот и другие вопросы ещё много раз на протяжении книги. Моей первой книги. Собственная книга. Серьёзно звучит. Всё, что я делаю и пишу, я делаю с любовью и теплом к женщине. Поэтому давай между нами мы назовём это письмом к тебе. Ну, а как иначе? Я читаю вас, девчонки, каждый день в своём блоге, а иногда и ночью. Вы доверяете мне сокровенно, идёте ко мне, когда вам кажется, что вас не поймёт близкий. Алёнушка, муж не поймёт, пишу тебе. Алёна, я больше не могу. Я и мечтать не смела, что мне будут так верить, казалось бы, чужие люди. Но они чужие. Уже нет. Боже мой, я так не хочу, чтобы между нами встали сухие слова, которые можно прочитать в любой книжке по психологии. Ешьте это, тренируйтесь так, говорите себе в зеркало следующие слова, и будет вам счастье. Не будет. Мы такие разные, такие уникальные, словно, знаете, листочки одного дерева. Казалось бы, похоже, но у каждого свои шероховатости, свои линии жизни, свои оттенки и нюансы. Поэтому сказать, наверняка поможет ли тебе книга, я не могу. Но я сделаю максимально всё, чтобы она внесла свою лепту в твой процесс принятия себя и самопознания. Сколько себя помню, мне всегда было недостаточно себя. Мне всегда надо было посмотреть на себя витрину. Сколько себя помню, надо мной всегда стоял какой-то цензор. Я шла по пыльным дорогам маленького городка и незаметно пыталась ухватить себя взглядом в отражениях. Всё там во мне нормально. Я стояла на разбитой, ржавой остановке в ожидании маршрутки и будто бы следила за собой со стороны. Как бы ни случилось казуса. Какого? Да хоть пластырь высунутся из туфель. Принцессы не носят пластырь. Мой внутренний цензор всегда дёргивал меня. Он поправлял юбку. Он приглаживал выбившиеся волосы. Он держал улетающую от ветра чёлку. И он же мыл её каждое утро. Каждое утро. А ещё он смотрел на меня с постоянной оценкой. Будто есть я настоящая и я наблюдающая со стороны. Ты знаешь, кстати, что мужчины это делают намного реже. Такая у нас культура. Что ты же девочка. Так не пристала себя вести. И что о тебе подумают. Говорят обычно юным принцессам, а не принцам. Хотя мне было бы, конечно, интересно посмотреть, как мальчику говорят ты же девочка. И я сейчас не стану махать с флагом. Вы готовы? Я не слышу. Мы и так всегда и везде готовы. Всю жизнь, девочки, мы на низком старте. Нет. Выдыхай, дорогая. Опускай плечи. Отпускай морщинку между бровей. Расслабляй живот. Вытягивай ноги. Не надо никуда бежать. Всё, что будет дальше, пусть станет не битвой, а приятным временем наедине с собой, неустремлённым карабкальнем вверх погорек блестящим самооценке, чтобы и здесь лучше всех, а устойчивым и направленным на себя интересом. Если ты предпочтёшь отвлечься, сделай это. И первое, о чём я попрошу тебя, иди в своём темпе. Давай здесь, в нашем с тобой пространстве, ты дашь себе столько времени, сколько тебе надо. По странице в день прочтёшь. Окей. Или сразу умнёшь всю книгу целиком. Хорошо. Главное, давай ты будешь делать всё из заботы к себе. Ведь идти в своём темпе — это тоже забота к себе. Во время чтения книги ты будешь встречать героиню, Оленьку. Я её ввела, так как знаю, как образное мышление помогает при чтении. Будешь встречать Оленьку на страницах книги, зная, что я обращаюсь сейчас к тебе. просто подставляй своё имя «Катенька ты или Настенька или Машенька». А ещё я прошу тебя завести блокнот и писать в нём, отвечать в нём на вопросы, которые я буду задавать тебе. Не упускай эту возможность. Позволь изменениям прийти в твою жизнь. Ну что, позволишь мне мысленно взять тебя за руку? Пойдём. Это будет трудно и легко, литературно и не очень, грустно и ржачно, нежно и дерзко. Мы будем разворачивать твой взгляд на себя. А что вообще такое любовь к себе? Все говорят «люби себя», но спроси у них, когда они последний раз это делали, и что подразумевают под этим, мало кто ответит. На мой взгляд, есть несколько базовых вещей. Они, по идее, должны быть встроены в нас в процессе воспитания и взросления. Но, как это обычно бывает, что-то в этом сериале пошло не так, и вот уже наша главная героиня плачет с ведёрком мороженого. Я лохушка, я неудачница, я страшная, я толстая, я старая, я никчёмная. Что там ещё по сценарию? Основные моменты, на которых ты сейчас, возможно, сыплешься, как песочная печеница. Первое. Принятие себя. Я думаю, ты согласишься со мной, но я повторю то, что говорю в блоге. Принять себя – это не значит сложить ручки. Я котик, у меня есть лапки. Принять себя – это констатировать факт своего существования. Вот я есть. Вот мои руки, вот мои ноги. И сейчас я выгляжу так, делаю это и то, что будет дальше, то будет дальше. Но на сегодняшний день всё вот так. Второе. Защита себя. Своих границ, которые проверяются каждый день разными людьми и жизненными событиями. А ещё защита своей маленькой девочки, которая есть в каждой из нас. От кого? В первую очередь от самих себя. Именно она, твоя маленькая внутренняя Оленька или Настенька, порой так сильно хочет на ручки и показывает на незакрытые потребности, когда внутренний родитель, главбух Ольги или Анастасии еле волочит ноги, чтобы взять себя в руки. Защищать себя маленькую перед собой родителям, пожалуй, даже тяжелее, чем защищать себя от внешнего мира. Третье. Забота о себе. Это забота о своём драгоценном любимом теле. Это те моменты, когда ты выбираешь не переесть до физической боли в желудке. Это те выходы из дома в комфортный, а не просто красивый одежде. Это тот классный частной тренировки, что благодарно отразится на твоём здоровье. Четвёртое. Уважение себя. Это те моменты, когда ты выбираешь пойти на обед, а не переделать без перерыва всю работу, что дал тебе босс на сегодня. Это все твои нет тогда, когда ты захотела сказать их и сказала. А ещё, когда решаешь завязать с диетами, уйти от абьюзера, не прислушиваться к унижению фотофобного тренера и не участвовать в оскорбительных марафонах по похудению, называющих толстых людей свиньями. Подумай сейчас, каким ещё способом ты бы могла проявить уважение к себе? Ну и, наконец, пятое. Ещё любовь к себе, на мой взгляд, это позволение себе жить так, как ты откладывал до лучших времён. Уже сейчас. Никогда похудею, никогда накачаюсь, никогда разбогатею, а уже сейчас сводить себя на массаж, уже сейчас флиртовать и уже сейчас танцевать от души и заводить амбициозные проекты. Подумай сейчас, что значит для тебя любовь к себе и запиши в блокноте. А что повлияло на то, как ты видишь себя? Формируется восприятие себя и своего тела очень просто. Грубо говоря, путём взросления человека в семье. И второе, через социум. Ребёнок рождается и не умеет себя оценивать, но за него это со временем начинают делать близкие люди, а позже подключается и общество. Закладка самооценки начинается уже с первых лет жизни. Криво пошёл, мимо пролил, плохо учишься, а посмотри на катинку. Затем добавим замечания одноклассников, неудачных женихов, истероидных начальников, совершённые ошибки и чувство вины за них. Самооценка это не так просто, как показано в голливудских фильмах. Раз и бывшая дурнушка стала звездой класса. Мы много лет жили с определёнными историями о себе и заговорить с собой на другом языке, принимающим, мягко и с поддержкой, дело нелёгкое, но очень нужное, согласись. Подумай сейчас и отметь мысленно, чьим голосом ты говоришь сама с собой или голосами нескольких. Кого именно? Какие фразы ты произносишь? Когда допускаешь ошибки, что говоришь себе в первую очередь? А когда хочешь похвалить себя? Кстати, ты вообще умеешь хвалить себя? Я жирная, а мои ноги похожи на стволы дубов. Желе. Я большое желе болотного цвета. Цвет не самый аппетитный, да и я не люблю желе, в отличие от моего мужа. Вот он любит желе. Значит, и меня? Да ну её. Кто меня такую полюбит? Болотную. В голове руя мыслей. Из колонок в зале орёт Рамштайн, над ухом орёт тренерша. Вот так-то она кладёт мне утяжелитель на поясницу. Теперь я стою в планке с ним. Вы поверили? Я падаю, чертыхаюсь, виноват, отшучиваюсь перед тренером и стыдливо снимаю с себя этот лишний груз. Я и так на грани жизни и смерти в этой вашей планке. Я не хочу умереть от инфаркта или инсульта. А я знаю, что-то обязательно может случиться. Мой муж не только желе любит, но и почитать медицинские паблики. Я впитываю мужнину проповедь как губка, большая такая квадратная. У меня как раз талии не осталось, как и вера в то, что меня могут любить не за внешность. И начинаю ипохондрировать. Жижный ипохондрик, жена стерва, мама монстр, человек какашка. И пыль земли, чей удел клубится никчёмным грязным облаком, поднимаемым лишь каретами гениев и талантов, красавиц и богачей, проносящихся мимо на праздник жизни. Рамштайн обрывается. «Десять секунд на отдых!» орёт тренерша. «Испить воды, отдышаться, посмотреть на свой желейный живот и на восьмой секунде успеть подумать. А муж меня, наверное, любит ещё за борщ. Ну, а за что ещё? Подвох заметили? В тот момент и я его не видела. Разве что утяжелитель натирал поясницу. А подвох был. Я так отчаянно искала, за что меня могут полюбить близкие мне люди, хотя они меня и так уже любили, что не замечала главного, что меня не любит самый главный человек в моей жизни. Я сама. Такими друзьями и врагов не надо. Я обросла комплексами, как обрастают морские чудовища ракушками и тиной. Я и чувствовала себя чудовищем. Ещё бы! 75 килограмм живого веса в позорном багажнике нереализованной мечтонаписанной книги. Поиски себя и работы журналистов в провинции. Кто кого убил, сколько телят родилось. Да и материнство оказалось не таким прекрасным, как рисовало его воображение. Так себе мать, так себе сестра, так себе человек. И один огромный ходячий комплекс. Рамштайн снова начал орать из колонок. Я полезла в привычную позу. Ещё пятнадцать минут продержись, свинюшка, и сможешь вознаградить себя пятью пельменями на ужин, но не больше. И бокалом вина запить всю душевную боль. Как ты пришла к жизни такой, свинюшка? Как свинюшки приходят к жизни такой? В моём любимом фильме «Реальная любовь» секретарша новоизбранного премьер-министра Англии, с которым она потом замутила, и ноги совсем не помешали, откровенно делится с ним, что её бывший парень сказал, что её ноги похожи на стволы дубов. Правда? удивляется премьер-министр. Правда, чувак. Не в том смысле, что её ноги действительно как стволы дубов. Правда в том, что её бывший так мог сказать. И он, и дядя Витя, сверкающий золотым зубом на семейном застолье. Ишь, Катюха, какую задницу наела! И мама всю жизнь могла пытаться сажать её на диеты, приговаривая, кто ж у тебя такую зам, что возьмёт. Не со зла в большинстве случаев, а желая дочери лучшей жизни. Ну, вот так вот мама понимала эту лучшую жизнь. И из любви к искусству мама отдельно варила дочери овощной суп без соли, пока сама оплетала плов с бараниной. Обсуждала расплывшихся родственниц, критиковала наряды, желая видеть дочь куколкой и той женщиной, которая не смогла стать сама. Бесцеремонно давила ей прыщи и выщипывала пушок над губой. Угрожала дочери повторение маминого сценария. От меня отец ушёл, и от тебя муж уйдёт, если запустишь себя. Так что подойди, Доня, поближе. У нас остался ещё один прыщ. Если вы думаете, что такого не бывает, бывает. Я за время ведения блога много историй прочитала. Какой тут пушить плов с бараниной, кусок в горло не лезет. Да и тонким звонким девочкам вообще мясные куски не нужны, они супчики ващные пьют. Уходит такая девочка после бьюти-процедур родительницы в своё опочивальню, а там журналы глянцевые, музыкальный канал молодёжный, но в музыкальном канале все упругие и лоснящиеся, сладкие и гладкие, как конфетки с желебинц.